В период летних каникул дети задумываются, где и как с пользой провести свое свободное время. Кто-то помогает родителям на даче, кто-то проводит время со сверстниками, а кто-то успевает и городу помочь, и денег заработать. Вероника переходит в 10 класс. Помимо подготовки к школе, успевает ходить в секцию рукопашного боя, на танцы посещать биокванториум. На этом активистка не останавливается. Узнав про экологические отряды, решила – дело полезное. Во-первых, это помощь городу, потому что город у нас, к сожалению, не самый чистый, и дворники не справляются. К тому же, это хоть какая-то финансовая независимость от родителей, это личные деньги, которые я могу потратить на что-то свое. Ее напарник Денис хочет стать юристом. Перешел в 11 класс, а пока подрабатывает в экологическом отряде. В этой группе он самый опытный, трудится здесь с 14 лет. Подруга моей мамы на работе рассказала моей маме, что ее сын помогает чистить улицы, наводить порядок в городе. Потом мама это рассказала мне, и я уже решил, что я тоже хочу сделать свой город лучше. Первый экологический отряд начал свою работу еще в 2000 году. Его создали для того, чтобы школьники занялись общественно полезной деятельностью. Плюс могли заработать на уборке и благоустройстве города. Действуют такие отряды только в летнее время, во время каникул. Дети работают каждый день 2 часа, с 9 часов в 2,5 часа. Количество детей, которые прошли уже в этот сезон, в этом году, в 2021, где-то свыше 200 человек. Работают они в возрастах с 14 лет до 18, то есть несовершеннолетние дети. Зарплата у них где-то около 5 тысяч. Она складывается из двух источников. Это платит управление коммунального хозяйства и центр занятости. Для трудоустройства подросткам понадобится заявление. Копии паспорта страхового пенсионного свидетельства. ИНН. Номер счета банковской карты. Медицинская справка о том, что здоровье позволяет заниматься работой в экоотряде. Справка из образовательного учреждения о том, что действительно является учащимся. Разрешение одного из родителей на трудоустройство и согласие на обработку персональных данных. Но и это не главное, уверяют наставники. Самое важное желание трудиться, а уж работа найдется всем. Алина Казакова, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.